Всем здравствуйте! Сегодня у нас снова пчеловодное видео И опять я делаю улей, и опять другой конструкции Объясню почему До этого я выбрал конструкцию улицы Бро Я от нее не отказываюсь Просто возникла, скажем, не проблема, а особенность Это то, что я посчитал, что я не успею подготовить все необходимое количество ульев Которые я запланировал именно такой конструкции Поскольку на улице Бро у меня уходит примерно 3-4 дня Со всеми параллельными делами и заботами А на улей конструкции, которую я выбрал сейчас Его можно за 2 дня То есть при должном рвении за февраль можно сделать порядка 10 ульев Быстренькая конструкция Конструкция это просто многокорпусный улей Со всеми отъемными деталями Отъемное дно, корпуса, подкрышник, крышка Все просто отъемное, без всяких петель, без всяких дверей То есть экономия времени вообще значительная при его изготовлении Никаких мелких деталей Этот улей просто изготавливается из доски 25 мм Внутренний слой и такой же наружный слой тоже из доски 25 мм В итоге получаем толщину в 50 мм Чего, я думаю, будет достаточно для зимовки пчел Комфортной Ну что ж, вот как выглядит этот улей Это, как я уже говорил, два корпуса Нижний первый и второй Затем подкрышник и крышка Собственно, ничего сложного Крышка съемная Съемный подкрышник Все корпуса съемные Внешнюю стенку я набрал из рейк по 5 см Это на каждый корпус 6 рейк по 5, как я уже сказал Это я сделал для того, чтобы снизить внутренние нагрузки в дереве В широкой доске То есть при усыхании эти доски особо сильно не выгнутся Также, как я уже сказал, дерево опять недосушенное И при усушке мелкая планка дает меньшую щель Чем если бы я оставил все целиком 150 мм доску То была бы одна щель, но крупная Здесь будет несколько, но мелкий Этот улей я делал не по каким-то чертежам Просто, что в голову приходило Так я и делал Забыл сказать, что это улей на 12 рамок стандартных Додановских То есть это такой условно-многокорпусный улей Удобство такой конструкции заключается в том, что я могу Эти корпуса у меня они поставлены и в перепелятнике И домой я их заношу То есть для просушки дополнительной Потому что улицы Бро просушить просто, чтобы занести его в перепелятник Он не лез Домой его тоже заносить было крайне тяжело По щитам, ну конечно я его разбирал по щитам и сушил так Но все равно это довольно проблематично Щиты тоже огромные И занимают много места А здесь вот эти корпуса Они поставлены друг на другом Особенно удобны в перепелятнике У меня там вентилятор на потолке Под вентилятором стоят 5 корпусов В принципе можно поставить И он его будет обдувать теплым воздухом сверху Потому что в перепелятнике обычно температура 21-22 градуса всегда В принципе это ускорит, наверное, процесс просушки этих ульев Ну вот они так и будут стоять, наверное, до весны Пока я их на улицу не выставлю для покраски Когда температура уравновесиста более-менее положительная Не знаю я, подойдут они там мне Или понравятся ли они мне Просто я хочу попробовать их Я понимаю, что у каждого есть свои мнения У меня оно тоже есть свое Поэтому хочется подумать Я считаю, что такая конструкция Она в принципе не особо создает большого ущерба Именно для метода пчеловождения по ЦИБРО Просто можно будет вот эти универсальные корпуса Надставить их третий и тому подобный корпус наверх И никаких проблем с этим не возникнет Это видео такое Оно не очень носит такой познавательный характер Это видео просто о том, что у меня получается на данный момент Что я делаю сейчас Ну, надеюсь, что кому-то будет полезным Хотя бы полезным будет то, что надо рассчитывать свои силы И время, когда вы делаете какие-то нетривиальные ульи Вот по типу улья ЦИБРО Поскольку иногда, точнее не иногда В принципе, если бы его делать сутками Так, постоянно, целый день То у улицы БРО можно уложиться в два дня Но довольно тяжело Есть же ведь и другие дела Птицы и тому подобное И в итоге это все занятие растягивается на четыре дня И в итоге за четыре дня у тебя один улья А здесь, в принципе, за четыре дня два Выгода налицо Ну, не знаю, как будет дальше Посмотрим Но я надеюсь, что я не пойду опять вот в сторону Как раз такую, какую я не хотел Вот этой Хотел унификации Чтобы все было одинаковое А сейчас вот уже Ну, хотя бы рамки сохраняю Одинаковые То есть это стандартная додановская рамка Просто конструкции ульев разные Ну, ничего, посмотрим Будет из чего выбирать По прошествии этого пчеловодного сезона Может быть Оставлю все многокорпусные Может быть Наоборот Сделаю все По методу ЦПРО Ну, посмотрим Ульи ЦПРО Они, конечно, обязательно имеют место На существование Потому что На удаленных пасеках, допустим Им нет цены Поскольку их можно И прикрыть И закрыть И там чуть ли не замок на них навесить И усложнить работу Каким-нибудь грабителям И тому подобным личностям Ну, посмотрим В общем, посмотрим Все, лето покажет Ну, все, наверное Пока-пока